МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. В последние годы мы очень оценим сильную припедематериальную базу, постоянно занимаемся ремонтами. А Владимир Ружицкий отчитался перед жителями Люберин. У нас многодетная семья, у меня 5 дочек, 2 старших уже здесь постоянно. На Кореневском карьере продолжается благоустройство. Узнали через интернет, увидели, что очень много ресторанов подключается к этой программе. Далее менеджер с нами связался. Люберинские кафе присоединились к проекту «Завтрак в Подмосковье». Много тренироваться, быть сконцентрированным. И доверяйся своему тренеру. Спорт-клуб «Держава» подвел итоги сезона. А теперь подробнее об этих и других событиях. Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий отчитался по итогам работы за 2022 год. Встреча с жителями 5-го избирательного округа прошла в гимназии номер 20. На ней побывали мои коллеги. Свою речь Владимир Ружицкий начал с самой главной темы – поддержки участников СВО и их семей. С прошлого года в городском округе Люберцы проводится большая работа над тем, чтобы родственники военнослужащих и сами защитники получали необходимую помощь. Мы конкретно с каждой семьей сегодня на контакте. А таких на семье 351 семья. Они раскреплены за депутатским корпусом. Поэтому, если даже в этом зале будут вопросы, у вас есть знакомые, товарищи, близкие, если есть вопросы, я на них отвечу. Возможно, что-то мы не учли, мы обязательно учтем. Председатель Совета депутатов подробно рассказал о результатах совместной работы с администрацией городского округа в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства. Развитие отмечается в каждом направлении. В последние годы мы, я оценю, сильно укрепили материальную базу. Постоянно занимаемся ремонтами. Это ежегодно. Мы готовим наши учебные учреждения к Новому году. Ну и капитальные ремонты. Поэтому мы в прошлом году отремонтировали первую гимназию, шестую, детский сад в Октябрьском. Я уже не говорю, что мы ежегодно, а после завершения отопительного сезона, мы оцениваем, что происходит с кровлями, с теплом. О результатах проделанной работы доложил и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Парламентарий рассказал о самых значимых достижениях региона за 2022 год, а также о новых мерах поддержки жителей Подмосковья. Повышение зарплат бюджетникам является одной из основных задач правительства Московской области, губернатора и депутатского корпуса. С 1 января 2022 года действуют дополнительные выплаты учителям и старшим воспитателям по 5 тысяч рублей и младшим воспитателям детских садов по 2,5 тысяч рублей. Участники встречи также выслушали отчеты депутатов 5-го избирательного округа Александра Мурашкина и Сергея Черкашина. После докладов у жителей Люберец была возможность задать спикерам вопросы. Секретарь Люберецкого местного отделения «Единой России» Владимир Ружицкий провел личный прием граждан. На встречу, которая прошла в исполкоме политической партии, записались 4 жителя городского округа. С какими вопросами они обратились, расскажем в нашем следующем сюжете. На прием к Владимиру Ружицкому пришла библиотекарь 20-й гимназии Раиса Крохина. Вопрос касается ремонта стадиона на территории учебного заведения. По ее словам, спортивный объект, открытый 5 лет назад, пришел в негодность. Код отдельный сделали, повесили табличку, что стадион работает с 6 до 10 вечера. Мы все открываем как положено, что этот стадион с 6 до 10. Сколько времени нашим ребятам отведено. Наши ребята, учащиеся меньше, занимаются на этом стадионе, чем остальные все. Этот вопрос взял в работу депутат 5-го избирательного округа Александр Мурашкин. Проблему будут решать совместно с руководством гимназии, а также управлением образованием Люберец. Обязательно, Раиса Ивановна, отработаем. Хорошо, Раиса Ивановна. У жителей домов 8Г и 8Б на улице Новой вопрос связан с безопасностью при выходе из подъезда на придомовую территорию. Владимир Ружицкий поручил своим коллегам связаться с руководством управляющей компании. Также на личном приеме подняли темы несанкционированной торговли у станции Люберцы 1 и подведение итогов конкурса «Люберецкие звезды». Молодежный парламент городского округа провел очередное заседание. На повестке дня 7 вопросов. Тему продолжит Богдан Колесников. Первый вопрос о деятельности молодежного парламента при Совете депутатов округа. По словам председателя Ашота Маргаряна, в мае и июне юные парламентарии провели 30 мероприятий. Игру, день выборов, акцию свеча памяти, форумы для молодежи. В течение всего отчетного периода парламентарии встречались с молодежью нашего округа, совместно с молодежными общественными организациями, помогали жителям округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Парламентарии активно с депутатским корпусом участвуют в региональных и общественных мероприятиях и акциях. Мы участвуем в заседании Совета депутатов округа, в работе комиссии Совета депутатов, в общественных слушаниях. Об итогах депутатской деятельности за 2022 год отчиталась Лидия Антонова. В своем выступлении депутат Мособлдумы отдельно остановилась на теме оказания помощи семьям участников СВО, строительстве и капитальном ремонте учреждений здравоохранения, школ и детских садов. Раньше у нас федеральные деньги давали только за строительство школ или деньги бестеров и новые учебные заведения. А вот в Лидии парке Единой России как раз смогли добиться, что появилась федеральная программа реновации образовательных учреждений. В прошлом году материал учреждений смогли сделать, спасибо огромное. В этом году мы ведем ремонт, продолжаем то, что там есть какие-то доделки. Вот это моя родная 46-я школа, которая одна из тоже стоящих. Положительную оценку работе молодежного парламента дал председатель Совета депутатов округа. Владимир Ружицкий рассказал ребятам о важности работать в команде, быть инициативными, предприимчивыми, требовательными к себе. И сравнил деятельность парламентариев с популярным в советские годы комсомольским движением. В основе своей они были активные, они занимались общественной работой. Конечно, в итоге, если оследить по жизни, как у этих ребят, что получилось, как правило, такие ребята всегда к чему-то приходили. Потому что тот, кто не дремлет, не спит, старается, хочет, творчески подходит к всему, всегда в поиске, такие люди всегда к чему-то приходят. На заседании обсудили реализацию проекта молодежного парламента «Литературная гостиная» и план спортивных мероприятий, посвященных Дню физкультурника, который состоится в августе. Деятельность членов молодежного парламента признана эффективной. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается квитальный ремонт МКД. В этом году в региональную программу вошел 61 жилой дом. Как правило, это высотки, построенные несколько десятилетий назад, которые требуют замены фасада, кровли и обновления инженерных коммуникаций. На одном из объектов, где работы уже подходят к завершению, побывали мои коллеги. Масштабное преображение как снаружи, так и внутри. Дом на Коммунистической 18 попал сразу в две региональные программы. Здесь ремонтируют подъезды, а также утепляют фасад. Жители панельного дома 87-го года постройки жаловались на промерзание стен. На сегодняшний день этот дом, он панелями везде закрыт, он утепленный. Даже мне говорят, когда вошли в зиму, и часть дома уже была закрыта панелями, и там жильцы выходили с благодарностью, что было тепло. И наоборот, те жильцы, где дом еще не был утеплен, они выходили с претензией, почему так медленно работают и не утепляют. Работы были начаты 25 октября прошлого года. Значит, завершить этот фасад мы планируем до конца июня месяца текущего года. Все работы, которые были включены в СМИ, у нас, в принципе, выполнены. Жители довольны, это самое главное. Дом не просто принял новый облик, но и стал безопасным. В рамках капитального ремонта в этой многоэтажке обновили систему газоснабжения, а также установили датчики загазованности. Полностью завершить работу строители планируют к 30 июня. В округе проходит благоустройство береговой линии Кореневского карьера. Как преобразится одно из любимых мест отдыха люберчан, узнал наш корреспондент. Для жителей обустроили зону пляжных видов спорта. Оборудовали одну из самых больших подмосковье трасс для занятий вейкбордом. Организовали место для пляжного волейбола, футбола и самбо. Я очень часто прихожу кататься на сапбордах. Вейком я пока что еще не занимался, но планирую в этом году тоже постараться, попробовать. Мне очень нравятся именно спортивные вещи, которые делают на этом карьере. Это, во-первых, доступно, близко, удобно. И всегда можно приятно провести время. Не надо никуда ехать. Вышел из дома, прошел пять минут и, соответственно, здесь уже. На Кореневском карьере проводят занятия и для воспитанников Люберецкой спортивной школы Олимпийского резерва. Площадка позволяет на регулярной основе проводить областные и всероссийские соревнования. Есть тренировочная база для спортсменов-байдарочников и грибцов-каноэ. Занятия для детей бесплатные. Сейчас у меня занимается 35 человек. 3-4 человека сейчас президенты сборной команды Московской области. И дети приходят, с удовольствием занимаются спортом. В этом году увеличили количество парковочных мест, оборудовали лестницу, деревянные пешеходные помосты. Планируют обустроить берег со стороны озерной улицы. Сюда тоже завезут кварцевый песок, благоустроят выходы в воду, установят дополнительные кабинки для переодевания и биотуалеты. У нас многодетная семья, у меня 5 дочек, 2 старших уже здесь постоянно. В целом я очень довольна, не понимаю чьих-то там претензий. Понятно, что нельзя сделать все бахом, прям вот из пыли все выросло. Но народ старается действительно, зачем ему при этом кто-то пытается мешать, я не понимаю. Я очень довольна улучшениями, которые здесь происходят. У меня самый ребенок и ребенок с аутичным спектром. Очень трудно найти какие-то спорткомплексы, кружки, которые готовы работать с ним. А здесь ему нравится, я вижу, что вот он открывается, он с удовольствием. Когда вот нравится, даже вот ребенку должно нравиться. Моему ребенку нравится, у него глаза загорается, он старается, вот пытается. И это та же самая нейрокоррекция. Концепция дальнейшего развития кореневского карьера разработана. Она включает в себя создание лыжероллерной трассы и трассы катания на тюбингах, расширение парковочного пространства и организацию дополнительной пляжной зоны с летними кафе и кинотеатром. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В парке Наташинские пруды идет масштабная реконструкция. Результатом проводимых работ станет комфортная, современная и безопасная зона отдыха. На каком этапе благоустройства одного из самых популярных парков округа, расскажет Луиза Едиозарян. Излюбленное место отдыха в любое время года. На данный момент некоторые участки Наташинского парка закрыты для прогулок. Но временные неудобства того стоят. Совсем скоро эта территория преобразится и примет новый облик. Сейчас основные работы проводят вокруг водоемов. В данный момент производится демонтаж основания, подготовка земляного полотна под устройство. Основание непосредственно песок, щебень, бетон, тротуарная плитка. Это в районе 4000 квадратных метров первая захватка. Устройство кабельной линии. Это сила и закладка наружного освещения. Новые комфортные пешеходные дорожки, освещение, камеры видеонаблюдения и малые архитектурные формы. И все это входит в первый этап благоустройства парка. Сейчас на объекте трудится более 20 человек. Мы вошли в областную программу парки Подмосковья. Первый этап – это все, что касается прудов. Эти пруды будут закольцованы такими прогулочными дорожками. А впоследствии уйдем дальше в парк, где будет полностью обновлена вся тропиночная сеть. Будут обновлены полностью все, что касается детских игровых площадок, спортивных площадок. По проекту первый этап масштабной реконструкции должны завершить к 1 октября. Но представители подрядной организации обещают справиться раньше – сделать подарок ко дню города. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Мособл ЕРЦ прошел день открытых дверей. Жители городского округа могли получить ответы на все интересующие вопросы, а также узнать о новых сервисах и услугах. Наша съемочная группа посетила мероприятие. Жительница городского округа Люберцы Людмила Лисицкая оплачивает жилищно-коммунальные услуги на почте или в банке. Узнав, что это можно делать, не выходя из дома, женщина обратилась в Мособл ЕРЦ. Зарегистрироваться самостоятельно в личном кабинете не получается. Специалисты помогли за считанные минуты. В личном кабинете мы вас зарегистрировали. Теперь вы сможете с помощью нашего онлайн-сервиса «Умная платежка» передавать показания, производить оплату без комиссии. А еще можно отслеживать баланс лицевого счета, всегда иметь под рукой квитанции за предыдущие месяцы, задавать вопросы чат-боту и участвовать в выгодных акциях. Есть какие-то навыки с компьютером, и мне будет легче. Вот теперь я уже вошла, как говорится, личный кабинет у меня свой, мне будет намного легче. А на почту далеко ходить, в банк тоже времени нет. Ну, они все потом там проценты берут. А тут, как говорится, бесплатно. Ну, без процентов. В этом году Мособл ЕРЦ исполнилось 10 лет. За это время компания сделала большой рвок в плане обслуживания клиентов. Шаг за шагом система совершенствовалась, и сегодня для жителей созданы максимально комфортные условия. У нас можно через сайт Мособл ЕРЦ и мобильное приложение Мособл ЕРЦ онлайн сейчас подключить услугу как электронный платежный документ. Это аналогично бумажному носителю. Все там показатели, тарифы, нормативы, все там указано. Но имеет ряд преимуществ. Выбрать его можно и распечатать за любой период. Оно не потеряется, не придет в негодность. И, соответственно, сберегаем наши природные ресурсы. В день открытых дверей все желающие могли подробно узнать о новых возможностях мобильного приложения и других сервисов Мособл ЕРЦ. На вопросы жителей отвечали специалисты компании, а также представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Луиза Игия Сырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В России ужесточили проверку граждан, которые впервые получают лицензию на оружие или продлевают уже действующее разрешение. Новые правила прописаны в законе об оружии и вступили в силу весной. Об изменениях в законодательстве, правилах хранения и использования оружия смотрите в репортаже нашей съемочной группы. Чтобы получить лицензию гражданское оружие, гражданин России собирает пакет документов. Заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств и медицинских противопоказаний к владению оружием. Также необходимо пройти подготовку и проверку знаний правил безопасного обращения с оружием. Для приобретения гладкоствольного оружия понадобится охотничий билет. Со всеми документами и заявлением нужно обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Сделать это можно лично или через портал госуслуг. Очереди нет. Все в электронном виде. Документы можно подать в электронном виде, заранее записаться. Сотрудники могут отзвониться. Когда все готово, приходите, получайте. С 18 лет можно приобрести газовое, спортивное или сигнальное оружие. Такое право получают и граждане, которые проходят военную службу, и граждане, имеющие воинские или специальные звания. В остальных случаях минимальный возраст повышен до 21 года. Елена Геннадьевна, ваша лицензия уже готова. Значит, смотрите. По порядку. После приобретения оружия в двухнедельный срок, вы обязаны подать заявление на получение разрешения на хранение ношения. К заявлению прикладываете лицевую и тыльную сторону лицензии с указанным оружием. Лицензия, она действует полгода. Это как раз момент для того, чтобы приобрести оружие и потом в течение двухнедель необходимо ему зарегистрировать. После регистрации он опять же подает гражданин, подает по месту жительства, территориальный орган, подает заявку на регистрацию. Ему уже выдают разрешение на пять лет. Не реже, чем раз в пять лет сотрудники лицензионной разрешительной службы проверяют условия сохранности оружия. В целях безопасности оно должно храниться в сейфе или в деревянных ящиках, обшитых железом с запирающим устройством. Сотрудники Росгвардии проводят проверку и при получении лицензии, продлении разрешения или его переоформлении в связи с переменой места жительства. Если разрешительные документы вовремя не продлить, к владельцу оружия применят меры административного наказания. Будет составлен административный протокол за нарушение продления хранения и ношения. То, что он не вовремя обратился в подразделение территориальной лицензионной разрешительной службы с необходимыми документами. Оружие будет, конечно, при выявлении будет изъято, если он нарушил сроки. При стрельбе в общественных местах нарушители могут привлечь не только к административной, но и уголовной ответственности. Сергей Староверов отметил, что в Люберцах таких случаев почти нет и напомнил жителям округа об изменениях в законодательстве. В федеральный закон об оружии внесены изменения, где граждане, у которых есть в собственности охолощенное оружие, до 29 июня 2023 года должны поставить данное оружие на учет. Если не поставят, то к ним будут применены меры административного характера. Люберецкое отделение лицензионно-разрешительной работы обслуживает население городских округов Люберцы, Дзержинские, Латкарины и Котельники. В настоящий момент на учете состоят 10,5 тысяч владельцев гражданского оружия. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В музейно-выставочном комплексе открылась международная выставка плаката «Против нацизма». Лучшие работы, которые были представлены на конкурс, привезли в Люберцы. Подробнее расскажем в сюжете. Эта выставка стартовала весной в парламентской библиотеке Московской городской думы. Теперь ее принимает Люберецкая картинная галерея. Первых посетителей экспозиция приняла 22 июня. В 82-ю годовщину начало одной из самых страшных войн в истории человечества. Эта выставка учит тому, что подобное не должно повториться. Сейчас наши солдаты воюют на Донбассе. Дай Бог им победы всем. И нам всем. Мирной жизни над головой. Всегда было актуально настоящее агитационное искусство. Почему агитационное? Потому что если не рассказывать, если не представлять это так, как мы это видим, в экспрессии, в цвете, чтобы это было созвучно, времени, эпоха, ну это будет неправильно. Сегодня это наиболее злободневно. Идея провести международную выставку родилась сразу после начала специальной военной операции. Ее организовали члены Ассоциации культурного и делового сотрудничества с Италией и Московский союз художников. Плакат – это сильнейшее идеологическое оружие, которое, в общем-то, если начать с 1918 года, даже с Первой мировой, там были плакаты, именно посвященные трагическим событиям. Мы решили продолжить работу над этой темой СВО. Она задела очень многих. Здесь вы видите отзвук наших сердец в этих плакатах. Мы пустили этот международный клич, а это действительно был международный клич, провести конкурс плаката против нацизма. На него откликнулись наши товарищи, россияне, белорусские друзья. Мы отправляли и нашим друзьям в Швейцарию, в Италию, в Германию. И среди всех плакатов, которые, скажем так, были представлены на конкурс, были отобраны лучшие. На экспозиции представлено 30 художественных работ. Выставка продлится до конца лета. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Московской области стартовал новый проект «Завтрак в Подмосковье». Его инициаторы – региональное министерство культуры и туризма, а также сельского хозяйства и продовольствия. В городском округе Люберцы к гастрономическому проекту присоединились два объекта общественного питания. Об одном из них наш следующий сюжет. Брендированная наклейка «Завтрак в Подмосковье» говорит о том, что здесь готовы предложить особенное утреннее меню. В кафе «Пироги и тесто» два вида комбо завтрака – сытные сэндвичи на выбор, чай, кофе, какао или сырники с бодрящим напитком. Постоянный посетитель заведения Виктория Чулкова выбрала первый вариант. Я очень люблю завтрак. Мне кажется, это важная часть дня, чтобы начать день, зарядиться, выпить кофе, съесть что-то вкусненькое. Я особенно работаю, ненавижу готовить дома, поэтому это очень вкусно, я буду с удовольствием кушать. Главная цель проекта «Завтрак в Подмосковье» – развитие гастрономического туризма в регионе. Это новая идея, которую реализуют в рамках масштабной программы «Лето в Подмосковье». Узнали через интернет, увидели, что очень много ресторанов подключается к этой программе. Далее менеджер с нами связался, тоже предложил. Мы, в принципе, всегда готовы, каждый день в боевом режиме. Помимо завтраков у нас также и основное меню. У нас полноценная кухня с командой поваров, шеф-повар. У нас также и закуски, салаты, горячие блюда, итальянские пасты. Помимо всего этого у нас также есть полноценная десертная витрина с тортиками-пирожными и выпечка. Проект «Завтрак в Подмосковье» стартовал 1 июня и продлится весь летний сезон. Большой гастрономический марафон объединил более 140 ресторанов и кафе Московской области. Луиза и Геазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Центре продюсирования «Медиаэффект», открытого на базе телеканала ЛРТ, продолжается проект «Медиа-лето». Весь сезон дети школьного возраста посещают занятия, на которых постигают азы тележурналистики, блогосферы и других направлений. Как прошел очередной медиа-урок, покажем в нашем следующем сюжете. Первый взнос – 4 тысячи долларов, пассивный доход – 200 рублей. Сегодня воспитанникам Центра «Медиаэффект» предоставили на выбор две темы – работа над личным брендом и развитие финансовой грамотности. Дети предпочли вторую, ведь правильно распоряжаться деньгами должен уметь каждый. Очень важно обучать подростков именно финансовому мышлению. Почему? Потому что зачастую они не понимают, как достаются деньги у родителей. И что у родителей есть ежемесячные расходы. Каждый раз проходим какие-то новые темы. То есть, чтобы было интересно, чтобы было погружение не только в телевизионную среду, но еще и с пользой непосредственно для самого ребенка. Управлять личными финансами детей научили с помощью специальной бизнес-игры «Денежный поток». С помощью нее ребята погрузились во взрослую жизнь, получают доходы, планируют расходы и думают, куда вложить деньги, чтобы они работали. Мне понравилось, так как я оценивал стоимость, когда покупал и когда продавать. И поэтому достигал своеобразного успеха. С помощью этой игры я научился правильно распределять деньги. Сказали, что будет длиться примерно 4 часа. Сначала я подумала, что это очень много, очень скучно будет. Но сейчас время уже подходит к концу и наоборот не хочется прекращать. Мое первое занятие. Меня сюда позвала мама. Она увидела по сарафанному радио, это все передалось. И вот сказала, подала мне в списки, и вот я тут. А у Ксении Орловой это уже третье занятие. Посещая проект «Медиа-лета», девочка открыла для себя много нового. Мне рассказывали про блогерство, как они зарабатывают деньги, как правильно снимать видео и как правильно рекламировать. У меня есть блог на ютубе, я косметику рекламировать буду, корейскую. Мне бренд предложил один. И еще у меня будет бьюти-блог. Впереди еще два месяца лета. Это значит, что у детей и подростков есть шанс стать частью медиакоманды и провести эти каникулы с пользой. Запись на участие в проекте открыта. В Люберцах прошел отборочный этап футбольного кубка губернатора Московской области. На стадионе «Электрон» встретились детско-юношеские команды из шести городских округов. Как шла борьба за выход в финал, расскажет наш корреспондент. На поле стадиона «Электрон» юноши 2009 и 2010 годов рождения. Команды, представленные на отборочном этапе, сформированы из лучших футбольных клубов. В сборную городского округа Люберцы вошли воспитанники секций Стамилина и Краскова. Матчи проходят по смешанной системе. Команды разделены на две подгруппы по три команды. Победитель каждой группы встречается в финале для определения победителя. Одна команда из шести от нашей зоны поедет в финал. Кроме команды из Люберец, в отборочном этапе приняли участие спортсмены из Бронниц, Котельников, Раменского, Воскресенской и Лыткарина. Юные футболисты показали уверенную игру. Справиться с соперниками оказалось непросто. Мы сыграли уже две игры. Сейчас сыграем вторую. Первую выиграли 4-0. Я дал голевой пас. Соперники очень хорошие. И против них очень сложно играть. Они прессингуют. И пас сложно давать. Вырезать эти пасы. По итогам матча финал Кубка губернатора Московской области прошла команда из Раменского. Всего в отборочных региональных соревнованиях примут участие около 2,5 тысяч спортсменов из 57 городских округов. Спортивные состязания проходят среди детских и взрослых команд. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Спортивный клуб «Держава» подвел итоги сезона. Показательные выступления и честование лучших спортсменов провели на стадионе 10-й школы. Подробнее расскажем в сюжете. Закрытие соревновательного сезона спортклуб «Держава» традиционно проводит на открытом воздухе. Более ста юных гимнастов и каратистов продемонстрировали свои навыки и тренерам, и родителям. Ксения Белякова занимается каратэ с 4-х лет. В этом году вошла в юниорскую сборную России. Регулярные тренировки дали свои результаты. Много тренироваться, быть сконцентрированным и доверять своему тренеру. Я занимаюсь уже 13 лет. Меня привлек своей оригинальностью. Он не похож на все остальные виды спорта. У нас на данный момент 10 кандидатов в мастера спорта, один мастер спорта. В этом году наши ведущие спортсменки сдали экзамен на первый дан. Нам приезжал сенсей из Японии. Мы готовились долго, и наконец-таки у нас совершилось это событие. Я очень рад за них. Они же две девочки по итогам года зашли в национальную сборную России по каратэ. Ну и у нас много, достаточно призеров, всероссийских турниров. Следующий спортивный сезон Люберецкий клуб единоборств «Держава» откроет в сентябре. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте лрт.тв или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин